Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлений. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс Нутрициология. Лекция читает Украинцев Сергей Евгеньевич. И его коллеги. 15.30 по воскресеньям курс Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс Врач и инфекция. Лицом к опасности. Руководитель Чебодарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Славатников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрология». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Нефрология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримахов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью. Курс «Живые легенды». Уникальные интервью с грифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров на сайте www.edodefispediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей, конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш Сирано Сирано Мы встречаемся по очень хорошему поводу. После прошедшего вебинара по витамину Д к Станиславу Викторовичу Мальцеву поступило громадное количество вопросов. И мы решили, чтобы сделать наше общение более таким приятным, ответить на эти вопросы не в письменном виде, а вам лично, всем, через этот экран. И сегодня я играю роль интервьюера Станислава Викторовича Мальцева, которого вы очень хорошо знаете как руководителя и нашего направления по детской нефрологии у нас на сайте Сирано. Но кроме этого, Станислав Викторович Мальцев, он доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии имени академика Спиранского Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования. Его стаж в педиатрии 57 лет. Вы вдумайтесь, это же целая жизнь. Автор более 550 печатных работ. Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан. Это стоит дорогого, между прочим, уровень науки в Республике Татарстан очень и очень высокий. Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан. Номинант Российской премии имени профессора Киселя за большой вклад в развитие детского здравоохранения. Я могу перечислить совсем немного людей, которые являются обладателями этой премии. Это, например, Николай Павлович Шабалов. Это детский хирург Григович. И вот теперь Станислав Викторович Мальцев. Это очень приятно. Почетный член Союза педиатров. Под его руководством защищено 8 докторских и 37 кандидатских диссертаций. Главный редактор научного практического ВАКовского журнала «Практическая медицина». Отличник здравоохранения. Награжден медалями за доблестный труд и в память тысячелетия Казани. Вот такой замечательный человек сегодня с нами. И мы задаем ему вопросы, и специально для вас он отвечает в прямом эфире. Ловите каждое слово. Это дорогого стоит. Итак, первый вопрос. Станислав Викторович. Надо ли детям проверять уровень витамина D в крови, или это касается только детей, часто болеющих, или состоящих на учете с какими-либо заболеваниями? Если ребенок растет и развивается нормально, достаточно ли профилактических доз? Ну, я сразу хочу сказать, что вторая часть вопроса, она дает ответ на сам вопрос. Если ребенок растет нормально, если он родился с хорошей массой, находился на грудном скармливании, вовремя, значит, садится, ходит, начинает, получает все необходимое наблюдение у участкового педиатра, то, как правило, физическое развитие его не вызывает вопросов и достаточно вполне профилактической дозы. Если же у ребенка есть патологии, повторяю, органов пищеварения, патологии со стороны костной системы, задержка развития ребенка в плане неврологических аспектов, то в этом случае, конечно, желательно не только определять обеспеченность витамином D, но и подобрать ему ту лечебную дозу, которая нужна для данного ребенка. Это очень важно, повторяю, для детей, которые имеют какие-либо заболевания, и им нужна индивидуально подобная доза. Но это небольшой процент детей, которые входят в третью, четвертую, пятую группу здоровья, а у детей, которые имеют первую, вторую группу здоровья, как правило, определять обеспеченность не надо. Они должны получать профилактическую дозу. Спасибо. При лечении какими дозами витамина D необходимо ограничение из рациона продуктов богатым кальцием? Вот это очень важный вопрос. Мы говорили о том, что многие дети не получают кальций. А есть ситуации в жизни не только у детей, но и у людей, взрослых, у больных с остеопорозом, с патологией костной системы, у пожилых. Избыток кальция получают люди после перелома, для того, чтобы лучше срастались от русских костей. Далее, при развитии тяжелого остеопороза, при возрасте старше 50-60 лет, многие ревматологи, многие специалисты ставят диагноз остеопороз и назначают и большие дозы витамина D, и назначают большие дозы кальция. Несколько лет тому назад я столкнулся с ситуацией, когда один из профессоров, известных в Москве, были переломы шейки бедра, поставили ему эндопротез, и этому профессору сказали, что он должен получать 10 тысяч международных единиц витамина D в течение года и съедать по минимуму 600-800 грамм порога каждый день, для того, чтобы шли хорошо процессы консолидации. Это ошибочное мнение, этого совершенно делать нельзя. Дело все в том, что доза кальция, норма кальция, она увеличивается с каждым годом жизни. До года где-то 400-600 миллиграмм, детям старше года до 700 и даже 900 грамм, во взрослом, подростковом возрасте 1000-1200, это период большого роста, интенсивного роста, мы даем 1200 миллиграмм. Дальше у людей уже ближе к 50-60 годам доза увеличивается до 1200-1300, и у лиц пожилого возраста мы даем 1500 международных единиц. Но обеспечивая это препаратами или продуктами, содержащими молочные продукты и рацион, то мы должны помнить о том, что эти дозы не вяжутся с большими дозами витамина D. Вот покажу на этом слайде. Если человек получает 3, 4 или 5000 международных единиц, что в наше время является обычной дозой для взрослого, то содержание кальция больше 1000-1200, оно является опасным. Поэтому если доза превышает 3000, то кальций не должен в рационе быть больше 800-1000 международных миллиграмм кальция. То есть в основном это должно обеспечиваться молочными продуктами, должно обеспечиваться, значит, овощными некоторыми продуктами, но в основном это, конечно, молоко. Надо помнить о том, что в твороге не содержится много кальция, в твороге много белка. И 100 грамм творога, кстати, содержит такое же количество кальция, как и 100 грамм молока. И в этом плане я хочу всех вас привлечь к проблеме, которую вы должны четко понимать. Как рассчитать сутчинное потребление кальция с пищей? Ведь мы все сейчас, опасаясь коронавирусной инфекции, COVID-19, мы пьем большие дозы витамина D. Количество людей, которые пьют витамин D в больших дозировках, очень великое. Поэтому можно легко получить избыточные кальции, и тогда будет развиваться, возможно, кальционоз сосудов. Поэтому в этом плане я хочу подчеркнуть, кальций молочных продуктов – это главный источник кальция. Для того, чтобы получить необходимые, положим, тысячу миллиграмм, вы должны все остальное, кроме молока, считать 350 миллиграмм. Это мясо, это овощи, это каша и так далее. А вот где-то 650 миллиграмм мы должны покрыть за счет молока, за счет молочных продуктов, кефира и так далее. И в этом случае тогда вы обеспечите 1000 миллиграмм кальция, которые на фоне 3, 4 и 5 тысяч не будут опасны. Повышение более 800 тысяч, оно не рекомендуется из-за опасности, возможности кальционоза. Поэтому, возможно, вопрос совершенно правомерный. И надо помнить, в каких дозах давать витамин D и в каких дозах ребенок-человек должен получать кальций, в основном с молочными продуктами. Станислав Викторович, я правильно понимаю, что стаканчик кефира на ночь никому не повредит? Он никому не повредит 120 миллиграмм кальция. Ну, то есть, если я утром пью кофе с молоком, а вечером стакан кефира, то я не передозирую нормально? Вы не передозируете, но будет даже, может быть, маловато. Потому что, если вы пьете кофе, вы съедите кофе 100 миллилитров молока и съедите кефирчик, предположим. Это у вас будет 250-300 миллиграмм кальция, плюс 350 из-за всей другой пищи, другого рациона. Ну, это будет где-то 600-700. В том случае, если вы пьете свои необходимые в наше время для профилактики ковида 4-5 тысяч, это будет хорошее количество кальция. Вполне достаточно для того, чтобы обеспечить его хорошую утилизацию. Спасибо. Ну, я думаю, что по нашей обычной жизни мы не так много едим молочных продуктов, чтобы говорить о том, что мы можем передозировать кальций. Ну, как-то так. Вот это и опасно, Надежда Леонидовна. Вот это и опасно. Я вам не случайно привозил данные, когда дети раннего возраста, половина не получают ни творога, ни молочных продуктов. Вот это очень плохо. Я бы больше об этом говорила. Поэтому работа с родителями в этом отношении должна проводиться. И то, что ребенок не получает молочных продуктов, это очень плохо. Ну, бывает, конечно, аллергия на коровье молоко, но тогда надо коррегировать медикаментозно, другими препаратами кальция для того, чтобы коррегировать дефицит. Это особая тема разговора. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Совершенно верно. Это заветы немецких бабушек. Для профилактики рахита. Дети, пейте молоко и идите гулять на свежий воздух, и будете здоровы. Я не знаю, не помню, как это звучит по-немецки, но это очень-очень правильное выражение, которое во всех учебниках написано буквально жирным шрифтом. Ну, ладно, мы продолжаем. Спасибо. Нужно ли увеличивать дозу витамина D при ковиде и других ОРВИ? Вы знаете, это очень актуальный вопрос, потому что увеличивать дозу витамина D при ковиде и других респираторных инфекциях это нужно обязательно. Ну, прежде всего, ситуация, которая сейчас сложилась в плане ковида, хоть сейчас и уже прививки есть, но тем не менее количество болеющих и количество людей с тяжелыми формами ковида, оно не уменьшается, реанимации не пустуют, они загружены этим. Поэтому при ковиде надо обязательно обеспечить высокую дозу витамина D. Вот тут я приведу данные, которые из Центра профилактики Сан-Франциско. Профессор Вильям Грант пишет, что для снижения возможности инфицирования гриппом или COVID-19 надо обеспечить прием 10 тысяч международных единиц в сутки. Даже 10 тысяч, он говорит, если вы уже заболели ковидом в течение двух-трех недель, а потом перейти на половинную дозу 5000 МЕ. Это сделано для того, чтобы дать возможность витамину D влиять на иммунитет, поскольку он один из главных у нас иммуномодуляторов, и обеспечить защиту витамина D. Вот при такой ситуации мы можем повысить уровень витамина D в крови до 60, 70, даже 80 санограмм на миллилитр. Это очень хорошо в условиях эпидемии COVID-19. Но надо сказать, что во время эпидемии все люди в больнице, пациенты, медицинский персонал должны принимать препараты витамина D в качестве важного шага в предотвращении инфекции и ее распространении. Ну вот в последнее время об этом много говорит медицинская общественность, и в журнале Lancet была напечатана большая статья о важности витамина D. Но в то же время есть много противников этого. Дело все в том, что обеспечивать витамин D надо обеспеченность не тогда, когда ему уже развилась картина ковид, когда человек находится в реимации. Надо сделать таким образом, чтобы обеспеченность витамином D была в течение всей жизни на этапе профилактики ковид до тех пор, пока вы еще не заболели. И вот эта картинка, которая печатается во всех же издательствах, во всех статьях, журналах. Дело в том, что если обеспеченность витамином D больше 30 нанограмм на миллилитр, повторяю, лучше 60-70, то тяжелые формы витамина COVID-19 практически не развиваются. Зеленый столбик. И тяжелые случаи бывают, средне-тяжелые 2-4%. И наоборот, если имеется низкая обеспеченность витамином D, то бывают и тяжелые, и средне-тяжелые формы витамина D. Ну, смотрите, ситуация ведь какая грустная. Вот компания Аквихин в 2000 году провела очень интересное исследование. Я не могу в сфере с этим не сказать. Все говорят о витамине D. Сколько мы проводим лекций, сколько мы говорим о необходимости приема препарата витамина D. И смотрите, что получили в Москве. 455 человек от 18 до 50 лет. Женщины имеют дефицит 82% женщин, мужчины – 91%. Вот и ковида не боятся, и патологии, которые связаны с дефицитом витамина D. Костная патология, внекостные изменения. Развитие сахарного диабета, атеросклероза и других заболеваний. Тех заболеваний, которые связаны с дефицитом витамина D – это очень-очень важный аспект. И поэтому вы посмотрите, какое сейчас состояние дефицита у населения. Поэтому и опасность в этом отношении заболеть ковидом и иметь тяжелые формы, они есть совершенно. Ну, я еще раз хочу сказать, показать этот слайд о том, что у каждого человека витамин D гормональная система работает по-своему. И поэтому, конечно, желательно не только давать там 4-5 тысяч витамина международных единиц получать витамина D, но и в период ковид-19 посмотреть желательно обеспеченность витамина D. Спасибо огромное. Это очень интересно, это очень актуально, потому что ковид у нас присутствует в нашей жизни, и, видимо, нам еще долго с ним жить. Следующий вопрос. Витамин D нужно применять пожизненно? Как это вообще понимать и верно ли вы это высказывание? Вы знаете, пожизненно, и это выражение, оно очень правильно. Значит, витамин D назначается сразу же после рождения. Более того, даже ребенок получает витамин D, еще находясь внутриутробно. И вот в течение всего периода его жизни, от внутриутробного развития до конца, до периода, когда он уходит в мир иной, человек обязательно должен получать витамин D. После 50-60 лет витамин D гормональная система у людей пожилого возраста работает немножко со сбоями. И в этом отношении, конечно, на сегодня прием препарата в течение всей жизни, он не должен вызывать никаких вопросов. Это совершенно очевидное явление. И в этом плане я хочу сказать, что особенно люди не чувствуют уже себя молодыми и энергичными, но витамин D гормональная система после 50 лет начинает работать со сбоями. И мы об этом еще сейчас поговорим. Спасибо огромное, Станислав Викторович. Было очень интересно. Мы очень рады, что вы поделились с нами такой ценной информацией. Спасибо и до новых встреч. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Serano образование станет ближе и удобнее.